Многокилометровая прямая автомагистраль с хорошей и ровной разметкой – главное и обязательное условие для работы нового комплекса водительских ассистентов Nissan ProPilot, которые теперь доступны на двух самых популярных моделях бренда – Qashqai и X-Trail. На корейских дорогах мы протестировали удержание в полосе и адаптивный круиз, изучили мобильное приложение Nissan Connect и убедились в том, что автопилотам в России придется не сладко. Как работают водительские ассистенты Nissan? Адаптивный круиз, автоматическое торможение и разгон в полосе, а также систему слежения за разметкой перестают быть прерогативами только люксовых брендов. В 2021 году чуточку ближе к автопилотным технологиями стали Nissan Qashqai и Nissan X-Trail. Ассистентами автоматической езды могут похвастаться комплектации LA и LA Top. Автомобиль с такими системами может сам двигаться по прямой на шоссе со скоростью от 30 до 170 км в час, активируется опция кнопкой на руле, после чего на водительской панели появляются символы машин с указанием дистанции и разметки. Кроссовер распознает транспортное средство перед собой, притормаживает или ускоряется в зависимости от скорости соседа впереди, а также держит курс в своей полосе с еле заметными подруливаниями. Происходит все без резких движений, предусмотрительно заранее, водитель интуитивно заносит ногу над тормозом, а автомобиль уже сам сбавляет скорость. При этом совсем отпустить руль машина не даст, сначала подаст звуковой сигнал, а потом отключит помощников и остановится посреди дороги. Впрочем не все в работе систем Nissan пока гладко. Движение в крайней левой полосе, риск, что машина не распознает обочину, и системы вообще не включатся. Шоссе уходит в поворот, пропилот тут же отключается, разметка выцвела, стерлась или поменяла цвет, либо вообще превратилась в островок безопасности, система снова деактивируется. Яма, дорожный люк или колея, опять отключение. Снег, дождь, грязь, яркое солнце, опять мимо. Автомобиль с системами Nissan Propilot может сам двигаться по прямой на шоссе со скоростью 30-170 км в час. На выходе работать дольше 30 секунд адаптивный круиз с автоматическим подруливанием будет всего на нескольких участках федеральных трасс. Например, на М-11 Москва-Питер или М-4 Дон, с ровным асфальтом и четкой разметкой. А вот на любых других дорогах или на городских улицах на помощников Nissan рассчитывать пока полностью нельзя. Инженеры компании этого и не скрывают, в открытую заявляя, что даже автоматическая езда в пробке на городских улицах пока дается системе с трудом. Технология создана для облегчения движения по шоссе, автострадам и автобанам. Речь идет о многополосных дорогах высшей категории с поворотами малой крутизны, четкой разметкой, где нет пешеходов, животных, светофоров и припаркованного транспорта, признаются в Nissan. Доступ, запуск и слежка. Еще одно обновление в автомобилях Nissan 2021 модельного года – это мобильное приложение Nissan Connect. Эта опция доступна с более простых версий, она есть во всех комплектациях Qashqai, начиная с СЭТОП, а также доступна для владельцев X-Trail в СЭТОП, а также в ЛЭЛе ТОП. Приложение для смартфонов от Nissan открывает клиентам возможности бесключевого доступа, дистанционного запуска двигателя, а также отслеживание местоположения автомобиля. В головное устройство автомобиля вшивается сим-карта мобильного оператора, с помощью которой машина получает актуальную информацию о погоде, оперативно подгружает GPS-данные, ищет с помощью Google точки навигации и выводит на смартфон все технические данные об автомобиле на текущий момент. Из любопытных возможностей можно отметить построение маршрута на смартфоне с последующей отправкой его на экран мультимедиа в автомобиле, а также выделение зоны для автомобиля, за пределы которой он выехать не может. И если, например, машину эвакуируют, владельцу придет оповещение. На смартфон можно вывести все данные об автомобиле на текущий момент. Первые три года использования таких функций приложения как удаленный доступ, обновление карт и мониторинг предлагают бесплатно. После этого срока приложение будет запрашивать оплату, сумма которой пока точно не определена. Функции история поездок и служба поддержки компании доступны в течение 7 лет с момента активации приложения. Что еще изменилось в Nissan Qashqai 2021? Nissan Qashqai по-прежнему собирают в Санкт-Петербурге. Там же с конвейера сходят модель X-Trail с более мощными моторами и более расширенными возможностями полного привода. Названные в честь иранского племени Qashqai CF Nissan Qashqai по-прежнему собирают в Санкт-Петербурге. Обновленный Nissan Qashqai второго поколения получил легкие изменения в настройках вариатора КВТ, инженеры попытались сделать отклики на нажатие педали газа быстрее. Но чудес не произошло, кроссовер, как и прежде, стартует с небольшой заминкой, подбрасывая обороты мотора до красной зоны и там зависая. Впрочем, для спокойной езды в городских условиях достаточно и его средней динамики. Qashqai плавно трогается, спокойно набирает скорость, предсказуемо управляется, а подвеска без нареканий поглощает все неровности асфальта. Nissan Qashqai 2021 предлагают с двумя моторами на выбор. Это бензиновый турбодвигатель объемом 1,2 литра и мощностью 115 литров, а также 2,0-литровый бензиновый атмосферный мотор мощностью 144 литра. Можно взять как версию с механической коробкой передач в шесть ступеней, так и комплекта CEU с вариатором. Минимальная стоимость Nissan Qashqai сегодня составляет 1,555,000 рублей. Стоимость автомобиля с приложением Nissan Connect начинается уже от 2,8,000 рублей, а вот комплектация с новыми системами адаптивной езды ProPilot доступна только для 2-литровой версии, такая машина стоит уже минимум 2,153,000 рублей. Спасибо за просмотр. Хотите всегда иметь свежую информацию о выходе новых видео тогда подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и задавайте интересующие вас вопросы.